Приветствую вас, и ответом на ваш вопрос будет вот что. Поскольку вы очень долго с этой девочкой общались, поскольку вы очень долго с ней были, много в ней испытывали чувств и испытываете до сих пор, то давать конкретных рекомендаций по поводу того, что вам делать, я бы лично не стал. Ну, потому что в конце концов решить, что с этим делать нужно вам самому. Непрофессионально давать советы, непрофессионально указывать вам, что делать. А вот попробовать раскрыть некоторые моменты, касающиеся ваших ситуаций, вполне себе можно. Дело в том, что на момент встречи с вами, она, эта девочка, никогда не предлагала вам чего-то больше, кроме других. Это значит, что вы, в принципе, ей нравились, вы ее устраивали, но, кроме как друга, она вас больше не воспринимала. И она прекрасно обходилась без вас все это время. И она никогда не давала вам надежды, ложных. Она была с вами честной относительно того, что не испытывает в вам никаких чудов. Вы поступали, в свою очередь, тоже весьма-весьма правильно с позиции мужчины. Вы не навязывались дружине и, в общем-то, делали все, что могли для нее. И вопрос вот в чем. Понимаете, если человека любишь сильно, а вы ее любили, сейчас у вас осталась судьба, то хочешь сделать его счастливым. И вам нужно для себя определиться, вот чего вы хотите от нее. Вы обязательно хотите с ней быть или просто общаться? Если просто общаться, то, безусловно, добавляйтесь к ней, пишите, предлагайте. Ничего плохого в этом нет. Я думаю, она будет рада, и вы поговорите, и все. И, возможно, какой-то контакт наладится, какие-то общие интересы появятся и так далее. Все это возможно. Но, если вы в обязательном порядке хотите быть с ней, хотите серьезных отношений, то тогда писать не стоит. Потому что, по всей вероятности, безусловно, ничего утверждать на 100% нельзя. Но, по всей вероятности, она уже совсем не та, кого вы любили. Она уже другой человек. Потому что люди в этом возрасте как раз таки довольно быстро меняются. Они достаточно быстро меняют свои взгляды, свои ориентиры и так далее. И вы, вероятнее всего, вероятнее всего, вы ее не узнаете. И она тоже, если вы уже какое-то время не общаетесь, она тоже будет общаться с вами, как, ну, совершенно новый человек. И вы, у вас будет такой диссонанс. То есть, вы, с одной стороны, общаетесь вроде бы со знакомым с человеком, а, с другой стороны, вроде бы совершенно не тот, который был, которого вы знали. И это будет для вас потрясением. Поэтому, если у вас будут какие-то ожидания больше, чем просто общение, чем просто такой вот дружеский контакт, то вас возможно разочаровать. И это разочарование, оно повернет вас в еще большую зависимость от отношений с ней. Потому что вы будете винить себя за то, что вот тогда не сблилились, не до шага, не до... Ну, не были упорными и так далее. И вот, именно исходя из всего этого, вам и нужно сделать выбор. Конечно, можно сказать, что прошлое нужно оставить в прошлом, жить дальше. Но, я думаю, что, как минимум, у вас с этим человеком было что-то общее. Как минимум, вы не чужие люди и терять человека, ну, который хоть как-то вас знает, по нынешним временам явно не стоит. Другое дело, что и ожидать чего-то от него тоже не стоит. У него уже давно, давно в своей жизни, у него уже давно свои цели. И вас не было в ее жизни уже приличное количество времени. И, вы знаете, нуждаясь в вас, она бы написала сама. Естественно, она не писала бы в том, что вас нуждаются прямо. Но она бы дала себе знать. А так получается, что она вам сама не пишет никогда и не идет на контакт. Поэтому, вдумается мне, что вам необходимо определить, чего же вы все-таки хотите, исходя из ваших желаний, собственно говоря, и решать этот вопрос. Стоит сблющаться или не стоит. Потому что обрекать себя на новые страдания явно не стоит. Так как страдания эти и любовь, скорее всего, уже не имеют ничего общего с реальным человеком. Сказать, что вам нужно встретиться с ней и поговорить для того, чтобы уже окончательно прояснить для себя вопрос, осталась ли она в прошлом или до сих пор что-то для вас значит. Потому что в противном случае вы не сможете жить дальше. Да, стоит. Стоит встретиться с ней, поговорить, по-моему, на один раз, чтобы уяснить для себя, какой она человек. Далее она. Не осталось ли это, каким-то таким, знаете, детской влюбленностью? И если нет, то тогда все-таки попытаться, возможно, что-то сделать, чтобы быть к ней ближе. Но если да, то, скорее всего, стоит оставить ее в прошлом и жить дальше. Я думаю, что этим вы окажете услугу и себе, и ей. Но всегда помните, что с человеком, который вам приятен, который вам не чужой, можно общаться и как друг. Можно общаться и как просто хорошие, добрые, знакомые. И в будущем, мало ли что будет в будущем. Может быть, находясь рядом с ней, вы дадите ей понять, что вы тот самый, и ваше желание сбудется. Но будьте готовы к тому, что она совсем не та, кого вы когда-то любили. И вот это никогда не стоит забывать. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Если вам ответ понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.